Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, я создатель и владелец сети студии перманентного макияжа. Сегодня мы будем делать перманентный макияж бровей теневой техники. Ещё её называют Tardust, ещё её называют пудровой, ещё её называют пиксельное напыление. Название миллион, смысл один. Закрашиваем кожу под волосками. В описании под видео вы можете увидеть название нашего сайта PMU3, на котором вы можете увидеть видео, обучающие уроки, много разной полезной информации. А также там же мы регулярно проводим вебинары. Также в описании находятся ссылки на мои страницы в соцсетях, это контакт, фейсбук, на перископ, в котором мы постоянно транслируем наши видео уроки. А также вы можете перейти на наш канал на ютуб и посмотреть остальные наши видео. Процедура перманентного макияжа бровей в среднем занимает полтора часа. Из них на коже работа от получаса до часа. Остальное занимает отрисовка, обсуждение с клиентом формы, нанесение анестезии, ну и всякие приготовления к самой процедуре. Сегодняшняя техника, которую мы будем делать, это теневая растушевка на бровях. Она отличается от остальных. Ну, допустим, шотирование, это когда плотно прокрашивается бровь, и это обычно на более долгий срок, более плотно кладется пигмент в кожу. Ну, не на другую глубину, но очень плотно и держится дольше все-таки за счет того, что количество пигментов в коже больше. Ну, волосковая техника, это когда рисуются маленькие штришки, имитирующие волоски. А мы даем в этом случае, у нас бровь есть практически везде, ну, население бровей. Волоски растут практически по всем бровям, и нам нужно просто придать форму с такой, с помощью нежной воздушной растушевки. Яркости нам не нужно, потому что девушка молодая, ей, она, возможно, захочет поменять цвет волос, форму. Максимум, чтобы полтора года продержался перманентный макияж у нее на лице. Процедуру сегодня проводить я буду единичкой. На мой взгляд, это позволяет достигнуть максимальной воздушности по краям и плавный переход от насыщенного цвета к более воздушному во внешних частях головки и поверху брови, где не должно быть четких контуров и линий. Я люблю делать это единичкой. Заживший результат, ну, во-первых, максимально на свои волоски по цвету должен подходить пигмент, который мы выберем. Он должен быть максимально такой прозрачный, чтобы мы могли на коррекции посмотреть, как он выглядит в коже пигмент и потом его, может быть, немножко усилить, просто уплотнить в нужных местах. У нас нет цели на первой процедуре сделать сразу и надолго, потому что нам надо посмотреть, как себя в коже поведет пигмент, выбранный нами. В этой технике возможны следующие ошибки. Но самое основное – это когда нет воздушности, когда линии четкие очень, когда ярко выражены углы, когда неравномерен прокрас, допустим, какое-то пятно слишком яркое по отношению к остальному прокрасу брови, когда несимметричный прокрас, то есть, допустим, здесь от излома до хвоста ярко, а здесь от середины брови до хвоста ярко. Бывает еще, когда головка брови, она настолько бледная, это смотрится красиво сразу после процедуры, но когда заживает, получается, что на самом деле прокрас начинается как раз от того места, где заканчивалась воздушная часть. Поэтому совсем много оставлять, ну, мало прокрашенным тоже не стоит. Буквально, может быть, миллиметра 2-3 надо прокрашивать воздушно, все остальное чуть-чуть плотнее. Перед тем, как приступить к работе, надо подготовить рабочее место. Оно должно быть подготовлено таким образом, чтобы, сев и начав работать, мастер уже не вставал, не трогал никакие предметы посторонние. Но если все-таки это нужно сделать, то нужно снять перчатки и голыми руками уже пойти долить пигмент, анестезию, допустим, ну, или взять какие-то расходные материалы. На столике у нас на верхней поверхности хранится только то, чем мы работать будем во время вот процедуры текущей. Здесь у нас ватные палочки на процедуру в неопределенном количестве, ими мы наносим анестезию, снимаем, проверяем эскиз, когда рисуем, подрисовываем. Ватные диски, чтобы снимать во время процедуры пигмент с кожи. Также пинцет, если он пригодится, ножницы. Вот в этом шприце у нас анестезия аппликационная, которую мы будем наносить на кожу. Это мы сделали таким образом, отрезали шприца иголку, чтобы она очень тоненько, локально на выбранную зону наносилась, чтобы не было там много ее слишком. Ну, и карандаши для отрисовки эскиза, и белый карандаш для того, чтобы фиксировать эскиз в процедуре. Аппарат для перманентного макияжа. Когда я начну работать, я манипулу замотаю пленкой пищевой полностью, чтобы пигмент не попадал на нее. Ну, в принципе, и все. Там внизу влажные салфетки, перчатки, простынки, пеленки, еще микробраши вот тоже, которые ими мы подрисовываем в процессе эскиз. Это подставка для пигментов. Она тоже будет замотана в пленку для того, чтобы пигменты и физиологическая жидкость не попадали, не контактировали с ней, в принципе. Если вдруг попадет, то у нас есть сухожировой шкаф, в котором можно это обработать. Ну, это вот одноразовый модуль для машинки, перчатки, шапочка для волос модели и пеленка, на которой будет лежать модель головой. Еще здесь вот есть вазелин. Он нужен для того, чтобы пигмент легко стирался с кожи. Его мы выдавим небольшое количество и тоже уберем. В принципе, он нам во время процедуры уже больше не будет нужен. Также у нас тут очень много света. Свет у нас есть, который висит, и мы его не трогаем. Есть еще свет, который можно настраивать, чтобы было прям очень хорошо видно зону, на которой мы будем работать. Во время процедуры мастер должен подготовить свое рабочее место настолько тщательно, насколько это возможно. Потому что если он в попыхах схватит рабочими руками в перчатках свой телефон, потом положит его, поговорит и начнет работать, это неправильно. Можно занести инфекцию, в конце концов, нам это не нужно. То есть, если вдруг нужно встать, то надо снять перчатки, взять, сделать, положить, выйти, поговорить с клиентом, снова зайти, обработать руки и снова одеть перчатки. Ну, это в идеале. Если вдруг во время процедуры вы что-то забудете, вы можете начать бегать, и клиент подумает, что вы не совсем профессионал. Поэтому надо готовиться максимально тщательно. Перед началом процедуры мы даем нашим клиентам планшет, в котором записаны видеоролики на тему «Все о татуаже». Это инфографика. Она максимально просто объясняет, что такое татуаж, как он делается, как заживает, для чего нужна коррекция. Иногда приходят клиенты, которые думают, что вот эти волоски, которые мы нарисовали, они как бы пересажены, настоящие, то есть до маразма. Мы должны объяснить полностью, что это такое, а инфографика делает это проще. Ссылки на эти видео вы можете найти в описании, они доступны для всех. После того, как мы отрисуем эскиз и нанесем анестезию, положим клиента лежать под анестезией, ну, минут 10 обычно он лежит, мы даем прослушать еще информацию. Здесь в сплеере есть информация об уходе каждой конкретной зоны и особенности техник некоторых подразумевают совершенно разный уход. А также напоминается клиенту, что нужна коррекция, зачем она нужна, когда ее надо делать, как себя ведет перманентный макияж, когда сходят корочки в процессе, сразу после, через месяц. Это очень большой блок информации и мы сделали это для того, чтобы мастера наши не уставали и информация была донесена максимально подробно клиенту, потому что иногда мастер на пятой, шестой процедуре уже просто забывает, говорил он ее, не говорил, и кто-то из клиентов уходит с неоправданно завышенными ожиданиями и потом возникает негатив. Ну, так было раньше, сейчас все гораздо проще у нас. Во время ожидания клиент подписывает договор на оказание медицинских услуг и информированное согласие, в котором прописано все, что мы могли учесть нашими юристами. Без подписания этих документов клиент к процедуре допущен не будет. Так как у нас сеть студий, у нас десятки мастеров, у нас процессы идут уже несколько лет, мы откатали их максимально, чтобы все работало максимально эффективно. Бывают случаи, когда мастер клиенту не донес о том, что такое перманентный макияж, как он будет выглядеть через неделю. И получается, что спустя неделю клиент ожидал увидеть свои роскошные брови, а корочки сошли и там пробелы, или расплылись волоски, или недостаточно ярко пигмент лег. Поэтому мы сейчас пришли к тому, что вся эта цепочка действий должна выполняться, чтобы клиент знал все, что возможно, что мы можем ему рассказать об этой процедуре. Чтобы в дальнейшем было минимум негатива, потому что из-за завышенных ожиданий сразу после обычно очень все красиво, а когда заживает, немножко по-другому выглядит. Чтобы клиент не расстраивался, а ждал коррекции, приходил на нее обязательно и в итоге получал нужный идеальный результат. Наша модель. У нее волоски длинные, как она утверждает, кучерявые. Она их стрижет, местами щипает, то есть тут пустоты есть, хотя, мне кажется, этого не надо делать. Некоторые торчат вообще вертикально. Смысл процедуры в том, чтобы закрыть пустоты дымкой, привести к максимальной симметрии, потому что здесь ярко выраженная симметрия. Вот эта бровь завалена, это выше гораздо находится. Это, кстати, здесь щипало сверху? Нет? Нет? Такая симметрия. Очень большие глаза, поэтому можно сделать довольно широкую форму. Таким образом, мы придем к симметрии с большей вероятностью, потому что, если бы брови были тонкие, это задрано, это опущено, я не могу удалить одну полностью, чтобы привести к симметрии. Но так делать нельзя категорически. А когда есть где разгуляться, это хорошо. Также вы должны клиенту сказать, донести, что абсолютной симметрии в принципе в природе не существует. Глаза на разном уровне, ноздри разного размера, половинки лица тоже совершенно разные. Статьи об этом вы можете почитать на наших сайтах, их там много с картинками. Вам будет проще общаться с клиентами, если вы будете теоретически подготовлены. Многие мастера совершают ошибки, которых легко избежать. Несколько расскажу, остальные вы читаете литературу, изучайте, готовьтесь сами. Допустим, слишком длинные хвосты. Очень многие мастера пытаются бровь закрасить полностью от начала до конца, несмотря на то, что хвосты в этом случае ярко выражены, завалены на уровне глаз. Этого быть не должно. Хвост должен быть чуть-чуть выше, либо на уровне головки. Ну, в идеале. Конечно, случаются разные ситуации, но сознательно не удлиняйте хвосты настолько, чтобы клиент ваш выглядел грустной собачкой. Очень когда широко раздвинут брови, оставляют, либо удаляют вот эти волоски. Тоже такие работы видела. Не надо так делать. Есть определенные правила, по которым можно ориентироваться. То есть это крыло носа, угол внутренних глаз, и это начало яркой части брови, а перед ней еще должна быть пару миллиметров дымка. Это тоже правило относительное, но оно почти всем проходит, подподходит. Еще вариант, когда пытаются прийти к идеальной симметрии, и вот смотрите, допустим, на ней, если показать, то вот эту вот бровь, правую бровь, ей нужно было бы поднять очень сильно, то есть работать на пустой коже и почти полностью удалить ее снизу. Так делать не надо, надо объяснить просто человеку, что он уникален, индивидуален именно со своей вот этой мимикой. То есть вот здесь мимически активная бровь, да, судя по всему, вот эта. Для того, чтобы выровнять максимальную симметрию, прийти к идеальной симметрии, часто бывает, что одну бровь практически полностью выщипывают, пытаются ее приподнять, в итоге работают на чистой коже. Этого делать не нужно, надо сохранить, пытаться всегда максимальное количество своих волосков. Там в лучшем случае их можно подстричь, ну и парочку по нижней части можно выщипать, которые не в форме вообще, неуместные на этом эскизе, на этом эскизе будут. В наших студиях таких правил больше 60, я все перечислить, конечно, не смогу. Вы можете найти меня в Перископе, позадавать вопросы, я на них отвечу. Но смысл один – это не испортить лицо, не наделать ошибок. Перед тем, как начать рисовать эскиз, мы берем хлоргексидин, ну или другую подобную жидкость и обрабатываем. Можно спиртовой лосьон, если это лето, допустим, и много сала. Если это лето, то бывает, что приходит очень такая жирная кожа, и ее надо бы обезжирить, потому что по ней сложно рисовать. И эскиз течет, бывает. Для отрисовки эскиза у нас есть такой лосьон, он спиртовой. Можно мицеллярную воду выбрать. Это для того, чтобы подтирать эскиз во время отрисовки. Карандаш обычный, косметический. Он сухой, потому что я не люблю жирные, они оставляют комки, их тяжело стирать. Вы должны выровнять голову, потому что очень часто держат ее сикость на кассе. Ну, ты и росла в косую бровишку. Так они у тебя на одном уровне, блин. Отлично все, если ты не задираешь. Я пользуюсь во время работы основными линиями. Какими, сейчас расскажу. По центру переносицы я определяю осевую, вот эту центральную линию, которая делит лицо напополам. От нее мы пляшем уже расстояние, смотрим от левой, от центра до левой брови, от центра до правой брови. Вот есть еще вот такие линии. Крыло носа, угол глаза. Это линия, где якобы должна заканчиваться бровь. Это правило относительное. Оно иногда не подходит совершенно, но пользоваться им стоит. Это иногда помогает. На меня смотри, сквозь меня смотри, чтобы глаза не были в кучку. Ну-ка, давай. Еще одно правило отсюда же. Это крыло носа, центр радужки. Кто-то берет край радужки, я беру центр, ну, зрачок прям. Это линия излома. Естественно, перед процедурой с клиентом обсуждаете, чего он хочет, мягко, не мягко, какие углы, чтобы лишний раз, вернее, чтобы не тратить много времени на отрисовку эскиза, который заведомо не тот, который не понравится. То есть вы должны спросить, узнать, чего хочет клиент. А мы не будем. Что-то они у тебя разноцветные какие-то. Ну, и я говорила уже, крыло носа, угол глаза и вертикальный карандаш. Это место, где бровь начинает свое самое насыщенное место уже. Я люблю рисовать брови, которые идут ровно по нижней части. Я не люблю изгибов, я не люблю выгнутых, либо вогнутых линий. Поэтому такой эскиз, мне кажется, максимально и простым, и идет он практически всем. Рисовать стоит напыляющими движениями, чтобы не было слишком много карандаша на коже, чтобы его было в случае надобности легко стереть. Ну, скажи, ты помягче рисуешь обычно, да, без изломов всяких? Я хочу как-то делать. Помню, что пришла и сказала, что нормально. В итоге эскиз должен выглядеть не пугающим. То есть если взять и ярко закрасить бровь, то клиент будет долго смотреть, медитировать. Он не может понять, эта яркость непривычная, его пугающая. Поэтому она может ввести в заблуждение. Во время отрисовки эскиза нужно объяснить вообще каждое движение, почему мы пошли здесь. Особенно, когда вот такой ярко выраженный рельеф на бровях. Потому что, если я пойду ниже, либо выше, это будет видно слишком сильно свои волоски. Точно поверху не щипала? Слишком сильно свои волоски видны, и они толстые. Волосинки именно. Рисовать начинать надо всегда со сложной брови. Сложная она для тех, кто правша. Если я нарисую вот эту бровь сначала, это какая у нас? Левая. Левую бровь, мне ее рисовать будет просто. У меня лицо все на виду, рука у меня лежит так, что все лицо открыто, я ничто не закрываю. И когда я ее нарисую, мне нужно будет отзеркалить ее на правую сторону. А это уже очень сложно, потому что я, когда рисую, я не вижу всей картины в целом. Моя рука закрывает лицо. Ну, это вот если вы правша, начинайте со сложной брови. Потом вам уже проще простого будет ее отзеркалить. Вторую бровь я рисую. Надо попросить клиента расслабить лицо максимально. Иногда это помогает сделать, если он закрывает глаза, мышцы сразу расслабляются и бровь падает. Вот эта бровь у нее, она даже этого не ощущает. Она у нее автоматически поднимается все время. Поэтому прикройте ваши глаза, девушка, я найду начало брови. То есть мы ставим точку, затем мы находим высшую точку в изломе брови, тоже ставим точку. И мы находим кончик брови. То есть я провожу в голове у себя воображаемой линии, то есть по горизонту внешней уголки глаз. И если поднять, теоретически это можно сделать с помощью салфетки, линейки. Но я советую свой глазомер развивать. Это помогает потом быстро искать. То есть ставлю точку, которая в хвосте, окончание будет мне показывать. И затем я просто соединяю эти точки между собой. То же самое, движения должны быть легкие и напыляющие, чтобы если мне нужно будет подтирать эскиз вот сейчас. Это я сделала бы одним движением. Почему они у тебя разноцветные? Не знаю. Не красила? Расслабила. Напылив бровь, вот сейчас она бесформенная, в общем направление тела и хвоста сейчас есть. Я просто отхожу на шаг, на два, потому что хорошо видно только с небольшого расстояния. Близко мы воспринимаем все искаженно и симметрию оценить невозможно. Я подхожу и одним движением подтираю в нужных местах, чтобы просто найти симметрию. Но это я так делаю, я художник. То есть я подтираю, получается, и таким образом создаю уже форму окончательную. С клиентом обсуждается все, форма головок, излом, длина, показывается постоянно в зеркало, чтобы вы, отрисовав одну бровь, вы обязательно показываете в зеркало, чтобы она сказала, это оно или нет. Потому что если вы будете полчаса искать эскиз и делать его идеальным на второй брови, она вот он посмотрит и скажет, это вообще не то, это будет жалко потраченного времени очень сильно, так делать не надо. Поэтому постоянно советуйтесь, показывайте. Можно вот таким образом приподнять, посмотреть на одном ли уровне головки начинается. Но оттягивать таким образом кожу нужно прямо точно в центре, чтобы понять, потому что, ну, можно наоборот испортить всю картину. То есть симметрию создать, если неправильно задрать. Вот здесь у нас брови вертикально растущие. Я люблю, когда своих максимально много, поэтому мы их просто отрежем. Просто, получается, мы поднимаем вверх те, которые слишком длинные, и отрезаем все, что выше линии рисунка моего, чтобы мне это не мешало, и чтобы не удалять их, потому что, когда много щипаешь, они перестают расти. Поняла? Клиентов мы, наоборот, предупреждаем, чтобы они максимально свои отращивали. Чем больше своих, тем лучше. Потому что только такие. Какие? Ну, у меня был коллажер с махнатой первичкой, и сейчас все поперли ко мне. Прежде чем щипануть любую волосинку, надо показать, держи, и сказать. Вот, вот эти, вот видишь, хочу убрать, чтобы просто было ближе всего по симметрии, потому что сейчас та убежала, видишь, и они наклоняются, обратный излом создают. Перед тем, как начать работать, мы просим клиента убрать волосы под шапочку одноразовую, ну, чтобы они не смахнули, не мешали, чтобы не создавали хаоса. Шапочка, одевай. Анестезий существует великое множество, их очень много. В разных странах разрешены разные. Основные это Emily Light Dep, это предварительная анестезия, которая в виде крема наносится на кожу. Она не... хоть это и шприц, мы ее не колем, ни в коем случае мы вообще инъекционную не используем. Она ни на одной зоне не нужна, в принципе, в перманентном макияже при правильной работе. У анестезии Light Dep вот такая здоровая банка, это неудобно, ложкой накладывать неудобно. Мы вот придумали такую штуку, мы в шприц помещаем эту анестезию и потом просто выдавливаем на нужную зону. Так как это маленькая-маленькая иголочка отрезанная, она может и на ребро века нанести, и на губы, и локально на брови, чтобы не размазать эскиз. Но здесь я ничего не обвожу, потому что это растушевка, ее мы никак не фиксируем, поэтому она просто наносится сверху эскиза. Наносим анестезию прямо на кожу. Иногда бывает очень густой волосяной покров, и нанести ее сверху надо, чтобы она попадала на кожу. То есть нанести просто сверху мало, поэтому я вот люблю вот так вот прям под волоски на кожу ее наносить. Такой получается крем. Я люблю наносить анестезию таким образом, чтобы не была затронута граница, чтобы я четко видела, где мне нужно работать. Так как анестезия не работает прямо на том месте, на котором лежит, она обезболивает еще какую-то площадь вокруг. Можно еще распределить ее микробрашем, чтобы она легла прям хорошо на кожу, чтобы не было необезболенных участков. Анестезия лежит где-то 7-10 минут, пока вы готовитесь к процедуре. В это время мы обычно даем послушать вот ту самую информацию в наушниках, чтобы клиент спокойно ее прослушал. И мастер потом задает несколько вопросов, чтобы убедиться, что информация усвоена, как в школе. Все, что мы трогаем, чтобы это не пачкалось в пигменте, мы заматываем пленкой одноразовой. В барьерную защиту мы помещаем и машинку также, потому что если попадет пигмент, ну, допустим, я уже опытный мастер, и у меня почти не пачкается ни оборудование, ни все вокруг. У новичков очень часто вся машинка в пигменте бывает. Там, где пигмент, значит, там и физиологическая жидкость, поэтому... А ее засунуть в сухожар нельзя, она есть в ней внутри пластиковые детали, шнурница не отсоединяется. Поэтому лучше подстрахуйтесь и поместите ее в пленку. И шнур – ту часть, которую будете трогать в процессе. У меня очень большой разнообразный выбор пигментов, которыми пользуюсь я, но основное количество мастеров в наших студиях работают миксами, которые мы делаем из татуировочных пигментов. Это проверенные уже большим количеством времени и огромным количеством клиентов. Мы видели зажившие результаты пигменты. Мы разливаем их по баночкам. У нас основные названия – это теплый русый, холодный русый, теплый каштан, холодный каштан и рыжий каштан. Сегодня мы выбрали для нее теплый каштан. Перед началом процедуры любые пигменты, в принципе, надо хорошо взболтать, потому что они либо расслаиваются, либо, короче, их надо взболтать, чтобы они стали снова однородными. Вообще, в принципе, на коже черным работать нельзя. Даже на стрелках работают черным пополам смешанным с кирпичным, чтобы не ушел в явную синеву цвет. На бровях черный вообще исключен. Это разные оттенки коричневого. От блондинов светло-пшенично-русых до ярких, очень темных каштановых цветов, которые выглядят кожей почти черными, но они не черные на самом деле. Обычно я конкретно ориентируюсь на цвет волосков, если они не окрашены, либо на корни волос. Это близкие обычно по цвету оттенки. И мы выбираем такой же, но смотря какая техника. На волосковой технике это всегда лежит пигмент на другой глубине, на большей глубине. И мы выбираем оттенки более теплые. Чем более поверхностная техника, вот сегодня у нас будет теневая растушевка, тем более холодный цвет надо брать обычно, потому что совсем теплые оттенки могут зажить такими рыжеватыми. Но в каждой палитре очень большое количество пигментов, в каждой фирме очень большая палитра. Поэтому я обо всех, конечно, не расскажу сейчас. Я расскажу только о тех, которыми мы работаем. Уже рассказала. Что еще? Да, когда холодные цветы, как выбрать и как проверить пигменты. Сегодня я буду работать аппаратом NPM. У него модули, они одноразовые, перед процедурой вставляется, заряжается. Я буду работать единичкой, 0,3. Диаметр у иглы 0,3 мм. Это самая простая из существующих техник. Ее можно сделать вообще любой практически машинкой. От татуировочной до самой слабенькой, какой-нибудь китайской. Ну, я уверена в этом. Любой. А что ты сделала сейчас? Я выдавила вазелин, который во время работы мне будет нужен. На самом деле ни один мастер не может предсказать с абсолютной стопроцентной уверенностью, сколько пигмента останется в коже. Как клиент будет ухаживать, будет ли он мочить. То есть половина успеха процедуры – это то, что сделал мастер. Другая половина – это то, как клиент ухаживал и как, в принципе, кожа сама ведет себя. Потому что чем моложе кожа, тем больше пигмента она выталкивает из себя во время заживления. Чем активнее процессы – вот у нас здесь море прыщей, значит, тут у нас активные процессы – то же самое, тем больше отторгается пигмента обычно. Поэтому на первой процедуре я своим мастерам советую, сама так делаю и всем советую – работать максимально воздушно, максимально поверхностно. Вам надо просто увидеть, как заживет, какой будет оттенок. Потом вы можете его изменить, даже если он будет немножко не подходить по цвету. Но, естественно, русому человеку вы не берете рыжий каштан – это совсем не нужный, неправильный оттенок. Вы посмотрите, как он заживет через месяц, как будет выглядеть, и потом либо просто усилите, либо немножко измените оттенок, либо сделайте его теплее, холоднее, в зависимости от потребностей клиента, и от того, как вы видите, как зажить должно. Поэтому работать с первого раза и на 10 лет – это неправильно. Но чем вы опытнее, тем меньше процент ошибок, естественно, и тем более правильно выбирается цвет. И, в принципе, можно и, конечно, с одного раза работать, но все-таки это сложно бывает. Ну, в теневой растушевке, в принципе, часто бывает. Я уже сама себе противоречу. Вот это паста. Красная просто гелевая ручка. Мы ее используем таким образом. Перед процедурой немножечко вытряхиваем и убираем. Все, она больше мне не нужна. Во время процедуры, если я вдруг потеряю эскиз, и мне надо будет подрисовать, я это делаю микробрашем, как кисточкой. Я в него макаю и подрисовываю. Это абсолютно одноразово, все безопасно. В кожу он не вбивается, этот пигмент красный. Но четко видно, где мне нужно будет поработать. Так мы уже работаем давно, и я абсолютно уверена, что в кожу он не вносится, как обычно спрашивают. Перед процедурой мы одеваем перчатки, перед тем, как заряжать машинку. И, в принципе, уже тут же приступаем к работе. Тебе не холодно, кстати? Нормально? Перед процедурой надо показать клиенту, что расходник одноразовый, что он вскрывается при клиенте, и до этого использован не был. Показала. Мы работаем из-за спины, потому что я так привыкла, потому что мне кажется, что так проще, потому что спина моя во время процедуры почти все время ровная, и потому что я с одинаковым усилием примерно веду и все время на себя. То есть если сидеть лицом, как мне кажется, в одну сторону рисовать удобно прям, а в другую руке прям физиологически неудобно. Я сама какое-то время в самом начале так работала, мне не понравилось. Теперь все мои мастера работают так, как мне удобно. У нас эскиз, на нем лежит анестезия. Она нам больше не нужна, поэтому я ее аккуратными движениями промакиваю. Я не трущими движениями, а просто впитывает салфетка ее. Чтобы не потерять эскиз, это делается пока. Остается влажный след. Перед началом работы надо проверить, хорошо ли настроен вылет, поступает ли игла, ой, поступает ли пигмент. То есть бывает такое, что когда вылет большой, кожа травмируется, остается красный след, а пигмент в коже не остается. Поэтому надо убедиться, что пигмент поступает равномерно, стабильно. Больно? Все мои движения, они все линии, параллельны друг к другу. Вот сейчас я плотными маленькими штрихами прохожу от начала брови до верхней части. На первом проходе я не стараюсь прям сильно глубоко пройти, потому что я сейчас проверю, правильно ли ложиться. Вернее, я в обычной жизни этого не делаю, но начинающим мастерам очень советую, чтобы не ошибиться, чтобы не травмировать зря кожи, чтобы не было такого, что стерли, а там ничего нет, или еще хуже стерли, а там слишком ярко все. Нужно отступить в самом начале примерно 2-3 мм, чтобы не было такого, чтобы воткнули на слишком большую глубину, и это место осталось ярким. Можно даже миллиметров на 5 отступить, чтобы потом, когда вы проверите, проверяете вы каким образом. Можете ватную палочку, ее отжимаете, и в невидном месте вы просто протираете, смотрите, легло-не легло. Чтобы не потерять эскиз, это можно делать таким вертикальным движением. Но это только в самом начале делают обычно мастера, чтобы убедиться. Вообще, в принципе, дымка остается практически всегда, особенно когда вы нанесете анестезию, она станет более такой яркой, видимой. Кожа должна быть натянута, вы ее выдвигаете на ровную часть на лоб, на надбровной дуге работать очень сложно, и вряд ли получится равномерно. Поэтому надо ее вот сюда натянуть на себя, и мизинцем натянуть ее от себя в противоположную сторону. Шаг очень маленький должен быть. Со стороны ощущение может показаться такое, что я вообще на одном месте копошусь. Но это не так, просто след от единички очень тонкий, поэтому вот это вот движение вверх, оно очень медленное. Работаю я на минимальной мощности, почти на всем оборудовании. Я не люблю сильно мощные машинки. Мне кажется, они очень травмируют кожу, но если очень большая мощность машинки выставлена, то надо тогда двигаться руками, двигать прям быстро, чтобы не было сильно травмированной кожи в итоге. Вылет у иглы примерно полтора миллиметра, и она практически вся находится вне кожи. То есть я работаю самым-самым кончиком. Ни в коем случае глубоко иглу нельзя в кожу погружать. Такие чиркающие движения. Нормально? Все нормально. Поверхность, на которой я работаю, она все время параллельно горизонту. Получается, я просто поворачиваю немножко голову, и сама немножко переезжаю, поворачиваюсь вот таким образом, вытягиваю кожу на лоб и на себя растягиваю, вернее, от себя. Получается, вот это место локально, на котором я работаю, оно натянуто как барабанчик в данный момент. Еще нельзя вот, допустим, вот таким образом вытягивать. То есть вот сюда вытянули, создали дугу, проштриховали, отпустили, дуга осталась. Это неправильно. Надо натягивать вообще всю бровь, допустим, чтобы эскиз не искажался. Если линия прямая, то она и должна быть прямая. То есть вы равномерно, получается, всю вот эту вот поверхность, на которой работаете, растягиваете. Пальцы должны стоять прямо близко, максимально к эскизу, вот к месту работы, чтобы вы ощущали вибрацию кончиками пальцев. Потому что визуально глазами здесь я не могу ничто контролировать сейчас. Я уже просто в силу там опытности знаю, на какой примерно глубине какие вот ощущения в пальцах. Но вы должны чувствовать, что вы не слишком грубо работаете, допустим. Это значит, если прям сильная вибрация в пальцах, что вы на большой глубине. Это неправильно. То есть вы должны научиться работать и класть пигмент максимально поверхностно, чтобы не заглубиться, не сделать прям слишком сильно яркую работу. Постепенно продвигаясь к хвосту, я переставляю пальцы. То есть они у меня везде чуть-чуть сдвигаются вместе с зоной работы. От излома и на висок идет уже кожа другая. Она не такая, она более тонкая. Она не такая, как вот в месте вот этой вот зоны Т между бровями. И на виске почти всегда новички заглубляются. На виске вы должны начать работать еще более поверхностно. То есть штрихи вы кладете плотнее, прям ближе друг к другу еще, чуть ли не друг на друга. А само вот ощущение вибрации должно быть более таким воздушным, что ли, легким. Ну, это можно почувствовать только если поставить пальцы, вот когда работает мастер. Описать словами очень сложно. Движения у меня, кстати, вот они такие, маятникообразные. То есть я не вот так втыкаю и веду. Видно? Я не вот так втыкаю и веду, а оно как бы гладище, вот такое, как маятник. То есть я погружаюсь в кожу, на одной глубине примерно прохожу и выхожу из кожи. То есть начало и конец моего штриха, они на вылет идут воздушные. Это дает мне возможность соединять эти штрихи между собой без стыков. Стыки – это когда пигмент лежит нахлёст друг на друге. И вот в этом месте, где они соприкасаются, лежат друг на друге, такое более яркое пятно. Нам это не нужно? Я надеюсь, так не будет, когда мы сотрем. На хвосте больно, нет? Нет. Хорошо сработало? Или брешешь? Ну, не так а вот, но он тут легче работает. Что-то не так. Хвосты подлые. Хвосты подлые, да? Легче работаешь, ничего не остается. На первой брови вот такой результат он вполне съедобный, нормальный. То есть там сейчас появится такая легкая дымка, когда я нанесла анестезию, сейчас кожа побелеет. Но на второй брови, вот если я вижу, что легло вот таким образом, то есть очень бледно, настолько бледно, что почти ничего не видно, я просто буду еще плотнее работать на левой брови, чтобы ничего не делать в холостую. Видно здесь? Вот можно работать еще вот таким образом. Вы отступаете вот этот уголок, оставляете воздушным, ну, в смысле нетронутым, и прокрашиваете вот плотно, начиная от вот этого вот, я сейчас провела линию наискосок, от нее и к внешней части, чтобы, опять-таки, не воткнуть и не сделать слишком ярко головки, в том, что вот это вот место, оно должно быть самым воздушным. Можно прокрашивать вот таким образом, вы параллельно вот этой линии, нижней линии, вы плотно прокрашиваете, параллельно ей, примерно, наверное, миллиметра четыре. И потом от этого места, ну, вот, где прокрасили, вы начинаете класть штрихи уже вот сюда, кверху, на вылет. Так как вот это место поверху, оно должно быть самым воздушным в нашей технике. Вот это очень удобно делать. Кожа натянута, у меня сейчас две стороны. Лучше всего в итоге класть такую, как бы, решетку. Получается, вы должны вертикально прокрасить и точно так же горизонтально прокрасить штрихи. Вот как сюда должны идти, так и сюда, чтобы в итоге точки эти не выглядели полосочками, ни в коем случае, выглядели просто такой равномерной серии точек, создающие дымку, создающие. Получается, на мизинце стоит моя рука и работают вот три пальца. Движения должны быть легкими, пальцы, в принципе, не должны особо уставать. Ну, таким образом продвигаемся к концу. Начинаем с штрихи, что вот эта линия должна быть ровная. Почему я люблю ее ровную? Когда вы работаете, довольно сложно потерять эскиз такой, потому что просто линия ровная. Если бы тут был вот такой сложный какой-то изгиб, то, конечно, тут уже было бы все сложнее. На этой браке больнее? Нет. На этой браке кажется, что легче. Как будто легче смотреть на нее. А на той же, на этой же, на этой же. На крес. Крадит тоже. Крадит тоже. После того, как я сделала первый проход, тут вот в принципе везде ярко видно, когда кожа побелела от анестезии. Видно на макро? Тут везде виден, где пигмент, всю границу. Теперь мне надо просто равномерно и плотно его прокрасить с воздушными границами. Я наношу вазелин, потому что, когда вазелин лежит на коже, он, во-первых, ее смягчает, а во-вторых, он позволяет мне одним движением просто стирать пигмент, который не вошел в кожу. Это очень удобно. И теперь я уже буду работать и постоянно стирать, проверять. Если у меня вазелин попал где-то на кожу, которую я должна натягивать, я его просто стираю, и все. Дальше моя уже работа заключается в том, чтобы каждый примерно там сантиметр-два проверять, насколько я правильно, воздушно положила пигмент, потому что ярко сильно мне не нужно. Особенно аккуратно надо работать в головке и в верхней части брови. Две линии должны быть не видны вообще никаких, не должно быть четких границ. Поэтому здесь надо прям протирать каждое движение, посмотреть. Не больно сейчас? Пока. Не холодно? Пока. Пока. Получается, мое движение вот здесь в головке я от нижней линии постепенно таким веером поднимаюсь кверху к внешней части головки у переносицы. Кожа у нас сложная, она очень быстро краснеет. Поэтому работать надо аккуратно, чтобы не заглубиться. Ну, никакой крови, ничего нету. На растушевке она бывает крайне редко, если повышено давление и так далее. Видно? Получается, вот такая мягкая дымка появляется, я ее постепенно уплотняю и буду передвигаться к хвосту. Не старайтесь за один проход пройти всю бровь. Лучше проверяйте постоянно. Это касается, в принципе, всех зон. Проверяйте для того, чтобы не потерять глубину, не потерять плотность, не насажать пятен. То есть, вот не больше где-то полутора сантиметров я прокрашиваю обычно и стираю все, смотрю, как ложится, насколько хорошо или плохо, потому что может быть, что там слишком ярко, а может быть, что я в холостую работаю и мне это не нужно. Чтобы безошибочно точно пройти на правильной глубине, надо все время протирать и смотреть. Ну и не потерять эскиз, в общем-то, тоже. Я, получается, работаю от внутреннего контура к внешнему. Движения вот просто полностью параллельны внешнему и внутреннему контуру сейчас. Получается, я ряд прохожу так, а потом еще я прохожу вот так, под небольшим углом, таким косым. То есть, в итоге, вот эти вот движения, они должны как бы решетку создавать. Что, больно? Что, дергаешься? Я дергаю. И на вылет идти, чтобы вот эта внешняя часть была воздушная. Получается, я с внутреннего края медленно, медленно очень, кладя штрихи практически один на один, поднимаюсь к внешнему. У внешнего края у меня шаг становится уже чуть больше. То есть, если там, не знаю, сотые доли миллиметра, здесь уже десятые. Как объяснить? Доступно я объясняю? Почему так варьируется? Чему хоть не мастер, тем больше у меня клиентов, тем он востребований, тем автоматически мы ему поднимаем цену. Сайт сам поднимает цену. Самые опытные, самые востребованные, самые дорогие. Держатся обычно полгода, год. это не больно. Перманентный макияж. Нету крови. Название у сегмента холодно-дубки, не теплый. Теплый каштан. Чеплый каштан. Студия открытая в Баснодаре, на 2. Как что ли? Сколько проходов? Сколько проходов нет? Ну, пока сейчас терпим. Ну, вот сейчас как бы третий, я сейчас буду где-то дополнять по насыщенности. Ну, в общем, я думаю, 3 где-то будет. Просто глубже нельзя, мне надо просто слои добавить. По поводу скорости. По поводу скорости. Скорость. На метод может такой скорость работать? Какие? Двигать, как обычно. Меньше. Стройки, плажины, не нужно месячные рассчитывать. Потращивайте. Мастер будет сохранять по максимуму. И наоборот, будет стараться реконструировать. Сколько проходов нужно сейчас? Ну, когда это напыление, ну, где-то 5, может быть, проходов нужно. Тогда сложно. Это не больно. Ламп достаточно, но, наверное, подведите, если нужно дополнительно пить, не он корот. А, сколько ты мастер-классов пошел? Да хренище. Скажите мне, какой вам нужен эффект? Скажите мне, вам нужна серия точечек, если тогда, да, у вас минимальная скорость на аппарате и быстрое движение. Останется серия видных точечек. Я видела мастеров, которые вообще вот так берут и вот так точки оставляют работающей машинкой. Я не люблю точки. Мне они не нужны. Я бы у себя не хотела видеть точки ни на одной из зон. Поэтому... По поводу Дальнего Востока, я, Лену, не переживаю, вы не думаете, что изнаридуют вопросы, что они как-то издевают. А у Лены есть планы по открытии на Дальнем Востоке. Если вы хотите ее пересучить, дадите в ее профиль. В профиле можете выгибить подробную информацию в условии, как стать партнером. Сколько зарабатывают работники в зависимости от опыта? Вот 20 тысяч рублей до 3-х суток. Вот проекте, вот это делать перспонентный ответ. Когда у вас кривые брови, где они не растут, мы помогаем сделать так, чтобы все думали, что у вас они ровные и растут. нет, это не волшебный, это эффект пудр. Это эффект такого карандаша мягкого. Когда он заживет, он будет по-другому, что убит. Стальность процедуры? Да, обычно рубец, если он такой, даже пигмент в коже лежит, он видно, его хорошо видно, он хорошего цвета, но, допустим, клиенту не хватает насыщенности, и мастер начинает растушевкой сверху проходить. Бывает просто свой пучок, мне невозможно сравнять с пустой кожей. И вот эти вот рубчики, они начинают кровить прям, то есть, и не ложится в этом месте пигмент, это спустя где-то месяц-полтора после процедуры. Мы это видели уже просто не раз, и поэтому решили, что это не очень, как это сказать, экологичная процедура, но ее в баню. Тут все нормально, я ничего, ну, тут для себя хвост чуть-чуть потолще сделала. Вот здесь вот я сейчас, вот здесь вот, видишь, везде пройду, а вот здесь не буду, не хочу. Туда дальше, и вот здесь в головке еще потом посмотрим. Сейчас я вот эту пройду и посмотрим, насколько они в одном месте. Поняла? Все, падай. Давайте вопрос на руку. Актерация меня поднимает, поднимает сверху. Движность куда-нибудь. Движность куда-нибудь. Для чего меня стабилизатор иглы? Тринадцатого вопроса. Что это значит? Работу начинаем с хвостом? Не, я с хвостом заканчиваю обычно. Зачем мы обморкаем, на конкурсом промаху? Я же трогаю руку. Ничего, больно? Нет. Непонятно как не кровить, если пигмент проникает в хвост. Но на волосковой технике иногда кровит. На микроблэдинге почти всегда кровит, потому что слои прям другие. А здесь, получается, видно же, не кровит. В самом начале кожа, когда повреждалась, сейчас просто еще сработала анестезия, основная, она сужает сосуды. Просто, видите, кожа белая прям становится. И в том числе и поэтому не кровит. Тебе надо отрастить везде волосы, потому что они там, где лежат. Но я же не буду тебе там в некоторых местах делать чуть ярче вне, ну, зебру, поняла? Ты лучше постригай, может быть, те, которые совсем не туда растут. Чем короче штрих, тем ярче пигмент остается. Такая. Поэтому в зависимости от того, что нужно. Место, где вставляется везло, а туда не попадает пигмент? Нет. Пигмент будет созидельно? Ага. Дерьмо. Дерьмо. Крохас СССР и Икс ГБ. Видимо, подтверждение какое-то. Как ты к нему относишься? Цена от 990 рублей до 30 тысяч. Пусть это отдохнет. А мы с половиной, с половиной, с половиной, с половиной, с половиной, с половиной. Точнее. Я на эту переезжаю, бровь. Пигмент это, это наши собственные яйцы. Мы делаем с такой вот, чтобы не надо. Про холодные пигменты. А ты что за вопрос? Что, 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 что за вопрос? Не знаю. Что значит? А ты? А ты? Что значит холодный пигмент? Это видеоурок будет на нашем сайте, посвященном вам учении. И вы можете его... Это не чудо смех, мой видеоурок снимает, по-моему, что нет. Вы можете его скачать. И, по-моему, Что именно акварель, это она может быть... ...восстановить вакуумные, ...восстановить вакуумные. И здесь лучше слушать фибера. Они не холодным дошли, они стоят, аж полторы тысячи рублей. Вы чтобы подстолкать, или эти суммы, я читаю. Продолжение следует... 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 На этапе доработок, когда уже мы смотрим и где-то по мелочи заполняем пробелы, либо немножко подрисовываем где-то по контуру, что крайне важно чуть ли не каждый штрих стирать и смотреть, достаточно или недостаточно, или чтобы не переборщить самое главное, потому что в какой-то момент уже получается каждое движение может стать лишним. И надо уметь вовремя остановиться, потому что дорисовать можно, и об этом всегда надо помнить. Расширить можно, удлинить, а наоборот уже не делать. Очень часто начинающие мастера идут на поводу клиентов, и уже когда замылился глаз, после нескольких часов работы начинают дорисовывать немножко сверху, немножко снизу, немножко в длину, и в итоге получается печальная картина. Клиент все равно недоволен, потому что он взял вообще на себя роль руководителя процесса. И лидера в этой процедуре, хотя на самом деле это не так. Вы недовольны, потому что пошли на поводу, и где-то сделали толще, где-то тоньше, и в итоге потеряли изначальную форму. Ничего вообще совершенно нету страшного, если вы закончите процедуру, когда есть еще над чем поработать. То есть и цвет, и форма. Если это брови, конечно, отека на бровях не бывает. Если это веки или губы, если вдруг случился отек, и хочется что-то поправить, ни в коем случае нельзя это делать, но об этом мы расскажем на уроке по губам. Сегодня, кстати, не будем его делать. У меня горло, у меня, блядь, дети, заразит опять. И Дима болеет, и Дима младший болеет. Постарайся до коррекции отрастить, поняла? Если они у тебя вот здесь, как ты можешь щипать? Стриги только, поняла? Если вот прям пустоты в дебильных совершенно местах. Почему они кудрявые, это вырывают? Ну нахрена? Ты что, они перестанут расти, ты будешь копшивая в итоге. Чем своих больше, тем лучше же вы. Давай чуть-чуть дорисуем, что ли. Да, вот в этой части. А в головке? Здесь от головок. Блин. Это из-за волосков, короче, вот здесь вот прям, видишь, светлее, чем направо. Вот здесь еще надо дорисовать, да? Вот здесь не то, что дорисовать, понимаешь? Уплотники вот здесь вот, да, все правильно. Вот прям треугольничек. А, и уголочек тоже, да, а вот здесь вот это все, не? Поверх. Ну, вообще, ты права была, что мне тоже кажется, что вот здесь просто может дымка плотнее, но, короче, если бы ее все, вот все тело, вот начиная отсюда, вот так чуть-чуть на миллиметр поднять можно? Угу, дымка именно. Угу. А так все. Чем хорошо работать единичкой, что если вдруг где-то какие-то пустоты случились, то ей можно локально, очень мягко войти в эти места и дорисовать их. А пучками это гораздо сложнее делает. Поэтому я люблю единички, в принципе, очень сильно. Аплодисменты. 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 Нижняя линия на брови должна быть максимально четкая, плотная, а внешняя линия должна быть воздушная, поэтому мы сейчас там чуть-чуть тоже добавим в воздушной нашей части. Просто надо прям это очень осторожно делать, чтоб чисто дынок оставалось. Нормально? Гори в огне. Все, можно идти. Она хочет глаза подкрасить, да? Мы выложим на сайт pmy3.ru и там можно будет его купить. Сейчас схему нарисуем на доске, чтоб видно было. Давай, подкрашивай туда все. Пускай, а ты будешь фотографировать? Сейчас она хочет, что-то я ей глаза размазала немножко их привести в порядок. Немножко по поводу схемы штрихования, потому что когда это делаешь на коже, это не так хорошо понятно. Кажется, что я туда-сюда рисую, сейчас нарисую две такие самые распространенные, которыми мы пользуемся. В принципе, бровь, самая нижняя часть у нее самая яркая, самая насыщенная, ее можно фиксировать. Во-первых, штрихи у нас всегда идут в одну сторону. В нашем случае я рисую с головы, и они всегда идут к себе. На меня я штрихи делаю, практически всегда. То есть я отступаю примерно 5 мм от начала головки и штрихую. Это надо делать очень-очень плотно, поднимаясь наверх. То есть это вот первый вариант. Я дохожу до верха, и вот это движение, как я говорила, оно должно быть вот, чтобы было еще тоже понятно. Вот эта кожа, вот это входит игла. И она получается, вот движение совершается вот такое. Потом проходит одинаковая глубина, находит нахождение иглы в коже и на вылет. Получается вот это место, оно очень мягко начинается. То есть этот штрих, каждый мой следующий штрих, также мягко начнется. В итоге вот это место, оно не будет ярко выраженным стыком. Если бы я штриховала вот четко, воткнула, провела, это линия, у которой начало и конец четкие, яркие. И следующие мои штрихи, они бы создавали вот такой вот нахлёст. Это потом выглядит пятном. Очень важно этого не делать. Если вы насажаете таких пятен, они будут через равные промежутки на брови, то в итоге очень сложно их сравнять и придется это делать очень... Бровь яркой придется делать. Это не всегда хорошо. Если человек у вас блондин, то это катастрофа просто. Вот. И получается я прохожу. И следующий мой ряд, он начинается точно так же от этих штрихов, также воздушно. В итоге, ну конечно маркером, скорее всего, такое не получится. В итоге это должна такая быть сплошная линия, без стыков практически, до самого верха. Это самый-самый-самый простой вариант штрихования, когда можно ошибки минимально совершить. Этот и еще сейчас вот один я покажу. Получается, ближе к внешней части, там где у меня должна быть воздушная, самое вот это место, в верхней части бровей, в головке, я делаю просто шире шаг. Шире шаг это значит, когда я иду, у меня идут штрихи один друг на друге практически, а шире шаг это когда между ними увеличивается постепенно расстояние и на нет сходит совсем, в виде дымки такой. Потом я возвращаюсь и вот это место наискосок я провожу линию такую, это тоже к себе линия идет. И получается иду вот сюда, к внешней части головки. То есть я уже вот здесь совершаю тоже шире шаг и движение на вылет. И получается к головке я подхожу и у меня вот самое воздушное место, оно как раз вот здесь и получается. Получается слово дня. То есть вот это место, оно должно быть самым мягким. Вот дальше уже можно в принципе относительно плотно и вот место излома, оно должно быть самым плотным в принципе в брови. Ну я не буду всю штриховать, то есть смысл такой же мы проходим везде. И потом всю бровь еще я прохожу вот таким образом наискосок все тело брови. Тоже движение вот это на вылет во внешней части оно совершается. Вот нижняя часть у нас довольно яркая должна быть, поэтому здесь можно как бы плотнее рисовать. А сюда веером расходится такое движение штриховое и маркер, который не рисует. Ну вот такой. Получается внешняя часть в виде дымки и потом вы возвращаетесь, уплотняете. То есть в принципе получается мы рисуем по росту волосков практически. Ну вот в хвосте еще очень хорошо тоже вот так штриховать. У хвоста не может быть четких линий. То есть если я вот таким образом проштрихую хвост, то у меня такого не будет. У новичка велика вероятность, что вот эта внешняя часть и внутренняя часть будет прямо четкая. А здесь вот таким образом вы этого не сделаете и у вас внешняя часть брови, хвостика будет воздушная. Очень важно в хвостике делать вот эти штрихи буквально вообще друг на друге, но более поверхностно. О чем я говорила во время процедуры тоже. Потому что на виске, на хвостике кожа она другая, она тоньше и это чревато заглублениями. Вот получается вся наша схема это движение вперед-назад, ну не вперед-назад, вот такое горизонтальное относительно тела брови. И создающая решетку с ним наискосок немножко вверх. Чтобы в итоге эти серии точечек, то есть мы оставляем точечки. Вот если так вот сделать совсем просто. И вот эти точечки они собой создают полоски, потому что движение руки стабильное. И вы могли это замечать не раз, что когда ты проштриховал параллельно, стер и у тебя такие вертикальные полосочки создаются. Вот чтобы этого не было, мы еще это регулируем вот такими точечками наискосок. Вот я сейчас типа имитирую возвратно поступательное движение иглы. Когда-нибудь мы найдем камеру, на которой будет это видно. И получается такой равномерный ковер-источечек. Потом они там где-то между собой всплываются и получается в итоге, что бровь равномерно прокрашена, без пятен, без нахлестов. Вот в этой части примерно полсантиметра, это самая яркая и плотная часть. И в теле тоже, в теле самом. Вот это вот все место, оно самое яркое должно быть в головке. Ой, в головке, господи, я к вечеру заговариваюсь уже. Получается средняя часть головки, почти все тело и в центре хвостика. Это самое насыщенное место. Все остальное может быть, в принципе, воздушным. Вот эта нижняя часть тоже очень часто идет многим брюнетам, она тоже должна быть плотная. Но, конечно, это все обсуждается с клиентом, абсолютных правил нет. Самое главное, чтобы ваши движения были вот такие на вылет, чтобы вы могли их мягко соединить. И тоже помните, чем короче штрих, тем он насыщеннее. Сегодня мы учились, как правильно рисовать эскиз. Какие правила есть, которые надо соблюдать и какие нельзя нарушать. Как правильно фиксировать эскиз во время процедуры, как наносить анестезию, как правильно ставить руки, в какую сторону натягивать надо кожу во время работы. У нас мимически очень подвижные брови. В спокойном состоянии у нее бровь одна задирается. Мы немножко выровняли асимметрию. Но это в самом начале было хорошо видно. На фото до после будет хорошо видно. Волосы свои длинные, жесткие, кучерявые. И модель наша их выдирала. Не стригла, как надо делать, а выдирала. Из-за этого у нее прямо есть пустоты и пробелы. Есть места, где очень густо лежат волоски. Но прокрашивали мы равномерно относительно везде. Ее задача коррекции отрастить в пустых местах, хотя бы начать отращивать волоски. Мы это рекомендуем вообще всегда своим клиентам и вам советуем то же самое делать. Чтобы в итоге бровь была максимально идеальная, нужны свои волоски вместе с рисунком. Они должны заполнять пустоты равномерно. Так как в лице в каждом есть природная асимметрия, в каком-то больше, в каком-то меньше, надо обязательно с клиентом обсуждать и донести до него, что абсолютной симметрии у него не будет. Мы, конечно, к ней стремимся. Мы максимально ее воспроизводим на лице при помощи рисунка. Но идеально абсолютно зеркально, если их наложить, поделить на пополам лицо, они не будут одинаковыми. Потому что глаза разного размера, наклон разный, на разных уровнях они находятся и так далее. Но стремиться, конечно, к максимально надо. Если бы мы приводили к идеальной асимметрии, то пришлось бы одну бровь частично потерять. Нам это не нужно, мы сохраняем свою мимику природную и рельеф природный. Потому что если дорисовать, вывести на пустую кожу бровь, то волоски, которые густо растут снизу, и потом пустая кожа, на которой, возможно, блестит потом жир или пот. Это выглядит безумно совершенно. Я видела такие работы, так не надо делать некрасиво это. Уход простой. Сейчас после процедуры, после фотографирования мы наносим вазелин тонким слоем на всю поверхность брови. И через где-то 2-3 часа она приходит домой, смывает все это хлоргексидином, либо слабым раствором мыла. И все, больше она ничего не делает, ничем не мажет, никакими заживляющими мазями ничем. Мы видим, что заживляющие мази вытягивают пигмент, они ускоряют регенерацию кожи, и пигмент не успевает там остаться в достаточном количестве. Мы это заметили уже давно, перестали рекомендовать всякие мази типа бипонтеном и спасателей, просто на сухую. Вообще ничего не делать с сегодняшнего дня, не мочить, не париться в сауне. Ну все эти памятки по уходу у нас есть на всех наших сайтах, можете просмотреть, перечитать, если кому-то интересно. Если вы хотите увидеть еще наши видеоуроки, либо наши чудесные инфографики, которые я делала, вы можете зайти на наши сайты, в наши соцсети, в перископ, в который мы ходим практически каждый день, и рассказываем, делимся всем, чем можем, ну и задавать нам там вопросы. Спасибо, что вы купили этот видеоурок, всем пока!